Не все металлоприемки в Блакове работают легально. В ходе очередного рейда сотрудники контрольного управления, администрации БМР и представители общественной палаты посетили два пункта, которые вызвали подозрения. На Саратовском шоссе из пункта как раз вышел мужчина, который сдал металл. Скажите, вы сейчас металл сдавали? Да. Дали? Да. Вот вы. Поведите, кстати, покажите. Этот мужчина получил наличные деньги, хотя это запрещено законом. Все операции в пунктах приема металла должны быть безналичными. Подскажите, а вы как денежные средства отдали? Наличкой? Да. Да, где у вас денежные? Тут хранится. Ну это все сначала. А сейчас по закону вообще вы имеете право наличными? Не знал, знал у нас. Ну за наличку как бы, наверное, нельзя. Ну наличка хранится здесь? У меня свои только. То есть по закону уже, я так понимаю, вы не имеете права наличный расчет сейчас осуществлять? Ну так-то, наверное, да, я не знаю. Не так-то, не имеете права. У вас удостоверение есть? Вы обучены? Нету. Удостоверения нет. Я говорю, а три месяца только работаю. В этом пункте проверяющие выявили множество нарушений. Отсутствие лицензии и дозиметра, неточные весы, несоответствующее покрытие площадки, неоформленный работник. Сам приемщик заявил, что все наличные средства, которые обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности, это личные деньги самого работника. Планшет якобы тоже его. Хотя на второй приемке этой же организации с помощью такого же планшета оформляют факт приема лома. Планшет у вас, что вообще, для чего нужен? Ну вот сейчас человек, ну проводим, по-моему. Что? Ну безналичный, что-то нас проводим по нему. То есть путежи населением рассчитывать через него, да? Да. Ну а как вы делаете? Вот пришел человек. Ну вот я вбил металл, вес вбил. Ну как ты захочешь, покажи нам. Вот только что я включил. Все, вбил металл, все. Черный металл. Ну вот вбил на клинике, да? Да, все, все. Расчет на остаток. Это что за остаток? Это я не знаю. Вот мы металл, вот он, вбил. Ну это что-то, это же не одна, этого прямо пункта много, может там что-то не считают, поэтому не знаю. Но и на втором пункте, на улице Заводской, тоже нет документов, которые разрешают заниматься заготовкой и хранением лома черных и цветных металлов. Лом лежит на открытой площадке, которая не соответствует требованиям. Разиметр, радиометр, где у вас? Это все в организации, у меня на руках нет ничего. Ну вот здесь у нас должна быть искусство. Ну вот здесь должна быть. Видите, не за какой-то должна быть. Где он у вас сейчас? Это грубое нарушение. Я говорю, вот давайте начальство. Я простой рабочий, я не... Как у вас это называется? Скрафт сама. Акром. Да, да. Ну акром, это как я понял, у нас, куда я, холдинг. Ну вот дождь пошел, потекло все, сметало. Куда это? На землю? А куда? Здесь щепленка, земля. Ну через плитку-то не должно, как-то это, ну, сколько. Там еще между плитами залито бетоном. А давно здесь деньги не осуществляют вообще? Во времени? Нет, вот там перед Новогоднем буквально месяц. В октябре, по-моему, открылись. В октябре, да, месяц? Да, такого. Ну вот буквально, да. Но у вас лицензия вообще есть, вы ее видели, на швене данной действенности? Именно вот здесь? Да, на данной. На эту данную? Нет, не видал я ничего. Вообще, бумажки вообще никакие я не видел. Сегодня общественная палата совместно с администрацией и МВД города Балаково провели рейд по пунктам приема металлолома. Нами было выявлено два металлоприемки, где нету лицензии. К нам обращались жители по этим пунктам. Они были возмущены, что здесь находится металлоприемка. И были выявлены сегодня нарушения. В администрацию города Балаково поступило обращение от общественной палаты с просьбой провести мероприятие по пункту металлоприема, на который жалуются жители города Балаково. В ходе данного мероприятия были проверены пункты металлоприема по улице Заводская и по улице Саратовское шоссе, организация ООО «Акронскраб». В данном мероприятии было установлено, что отсутствует лицензия на осуществление данной деятельности по приему лома цветных металлов. Было допущено существенное нарушение. С 1 октября 2023 года пункты металлоприема осуществляют расчет с населением только за безналичный расчет. На одной из металлоприемов по улице Саратовское шоссе, 14-1, был осуществлен наличный расчет. Есть несоответствие в покрытии данных пунктов металлоприема. Есть вопросы к весам измерения, отсутствуют на них поверки и документы. В принципе, все остальное дальше уже будут заниматься сотрудники полиции, будут составлены административные материалы и уже будет принято по ним дальнейшее решение. Продолжение следует...